Вспоминаю из детства один случай. Была страда. Отмолотились в тот день рано, потому что заходил дождь. Небо синее-синее, и уже дергал ветер. Мы, ребятишки, рады были дождю, рады были отдохнуть. А дядя Ермолай, бригадир, недовольно поглядывал на тучу и не спешил. Не будет никакого дождя. Пронесет все с бурей. Ему охота было домолотить скирду, но все уж собирались, и он, скрипя сердце, тоже стал собираться. До бригадного дома километра полтора. Пока добрались, пустили коней, поужинали. Густая синева небесная наползла, но дождя не было. Налетел сильный ветер, поднялась пыль. Во мгле трепетно вспыхивали молнии и гремел гром. Ветер рвал, на силу дождя не было. — Самая воровская ночь, — сказал дядя Ермолай. — Ну-ка, Гришка. Дядя Ермолай поискал глазами. Я попался ему. — Гришка с Васькой, идите на точку и там ночуйте. А то как бы такую ночку не подъехал, кто-то не нагреб зерна. Ночь там самая такая. Мы с Гришкой пошли на ток. Полтора километра, которые мы давеча проскакали мигом, теперь показались нам долгими и опасными. Гроза разыгралась вовсю, вспыхивала и гремела со всех сторон. Прилетали редкие капли, больно били по лицу, пахло пылью и чем-то вроде жженым, резко и горько. Так пахнет, когда кресолом бьют по кремнию, добывая огнем. Когда вверху вспыхивало все на земле, скирды, деревья, снопы, суслонов, неподвижные кони, все как будто на миг повисало в воздухе. Потом тьма проглатывала все, сверху глухо гремело уступами, как будто огромные камни срывались с горы в пропасть, сшибались и прыгали. Мы, наконец, заблудились. Сбились с дороги и потеряли ту скирду, какой молотили. Их много было. Останавливались, ждали, когда осветит. Опять все вроде подскакивало. Короткий миг висело в воздухе, в синем резком свете. Все опять исчезало и в кромешной тьме грохало. Давай, говорю, залезем в первую попавшую скирду и заночуем. Гришка согласился. Мол, давай, конечно. А утром скажем, что ночевали на тачке. Кто узнает? Залезли в обмолоченную скирду, в теплую пахучую солому. Поговорили малость, наказали себе пораньше проснуться. Но не заметили, как заснули, не слышали, как ночью шел дождь. Утро раскинулось ясное, умытое и тихое. Мы все проспали. Но так как ночью хорошо промочило, наши молотить рано не поедут. Мы пошли в дом. Ну, караульщики, спросил дядя Ермолай, увидев нас. Мне показалось, что он смотрит пытливо. Как ночевали, спрашивают. Хорошо, говорю. Все там в порядке на тачке-то? Все в порядке, а что? Ничего, спрашиваю. Я посылал, я и спрашиваю. А что? А сам все смотрит. Мне стало не по себе. Зерно-то целое? Целое. У Гришки круглые ясные глаза. Он смотрит, не мигая. Мол, а что? Да вы были там на тачке-то? У меня заныл кончик позвоночника, копчик. Гришка тоже растерялся. Хлопает глазами. Как это были? Ну так были там или нет? Были, а где же мы были? Тут дядя Ермолай как взвился. Да не были там, сукины сыны. Где-то подсусловно ночевали. Говорите, на тачке. Сейчас соберу вас обоих, да носом в тачок-то. Носом, как котов пакостливых. Где ночевали? Вот, говорим, ты что, дядя Ермолай? Где ночевали, орет? На тачке. Гришка, видно, решил стоять насмерть. Мне стало легче. Васька меня спрашивает. Где ночевали? На тачке, говорю. Да тудыть вашу туда-сюда в ребра. Дядя Ермолай аж за голову взялся и болезненно сморщился. Гляди, что вытворяют. Не было вас на таку-то. Я же там ходил. Ну, а бармоты, я же следом за вами пошел. Думаю, дошли они там. Не было вас. Это нас не смутило, что он, оказывается, пошел за нами и был на таку. Ну и что, спрашиваем. Что? Ну, мы тоже там были, значит, маленько позже. Блудили. Где позже взвизнул дядя Ермолай? Я там весь дождь переждал. Я только к свету оттуда уехал. Не было вас там. Да были, говорим. О, дядя Ермолай ошалел. Может быть, мы в глазах его тоже на миг подпрыгнули и повисли в воздухе, как вчерашние скирды и кони. Чего-то у него глаза сделались большие и удивленные. Были, орен? Да были, киваем. Он схватил узду, мы разбежались в разные стороны. Дядя Ермолай постоял с уздой, бросил, сморщился болезненно и пошел прочь, вытирая ладошкой глаза. Он был не очень здоровый. Обормоты, — говорил он на ходу. Не были же там, не были и в глаза врут стоят, чтоб вам околеть, не доживая веку, чтоб вам жены злые попались. Обормоты, в глаза врут стоят и хоть бы что. О, дядя Ермолай повернулся к нам. Ты скажи честно, испужались, может, не нашли? Нет, в глаза смотрят, врут. Обормоты. По пять трудодней снимаю вам, раз вы такие. Днем, когда молотили, дядя Ермолай еще раз подошел к нам. Гришка, Васек, ну сознайтесь, не были на тачке. По пять трудодней не сниму тогда. Ну не были же. Были, говорим. Дядя Ермолай некоторое время смотрел на нас, потом позвал с собой. Идите сюда, — говорит. Иди, иди. Вот тут я от дождя прятался, — показал, и посмотрел на нас с мольбой. А вы же где прятались? А мы отвечаем, — с той стороны. С какой? О, стой. Да где ж стой-то, — он опять стал терять терпение. Я же шумел вас и звал. Я еж кругом все обошел с кирдута. А молония такая резала, что тут не то что людей. Иголку на земле найдешь. Где были? Тут, — говорим. Дядя Ермолай из последних сил крепился, чтобы опять не взвиться до небес. Опять сморщился. Ну ладно, — говорит. Вы, может, боитесь, что я ругаться буду. Не буду. Только честно скажите, где ночевали. Не скину по пять труда дней. Где ночевали? На таку, — говорим. Да где на таку сорвался дядя Ермолай? Где на таку-то, бармоты? Он искал глазами, чем бы нас огреть. Мы убежали. Дядя Ермолай ушел за скирду. Опять, наверное, сплакнул. Плакал, когда ничего не мог больше. Потом молотили. Опять трудодней у нас не скинул. Теперь много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте Емельянов Ермолай Вич. Ермолай Григорьевич. Дядя Ермолай. И его тоже поминаю. Стою над могилой, думаю. И дума моя о нем простая. Вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, тут все. Как мой дед, моя бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею. Со всеми своими институтами и книжками. Например, что был в этом, в их жизни, какой-то, какой был смысл? В том именно, как они ее прожили. Или не было никакого смысла, а была одна работа. Работали, да рожали детей. Видел же я потом других людей. Не лодыри вовсе нет, но свою жизнь они иначе понимают. Да сам я ее понимаю теперь иначе. Но только, когда смотрю на эти холмики, я не знаю, кто из нас прав и кто умней. Не так, не кто умней, а кто ближе к истине. И уж совсем мучительно до отчаяния и злости не могу понять, в чем истина. Ведь это я только так, грамоты ради и слегка из трусости величаю ее с заглавной буквы, а сам не знаю, что она. Перед кем-то хочется снять шляпу, но перед кем. Люблю вот их под холмиками и уважаю. И жалко мне их. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!